прямо в немытом виде тормошу его я сделаю это в отличие от челентана руками и именно они будут делать нам вино привет друзья меня зовут лаислав кислицын и вы на канале русская дымка на дворе осень и поэтому у меня на столе урожай виноград конечно это не наш урожай не с кировских полей и огородов это нормальный сладкий виноград поэтому сегодня попробуем начать делать домашнее вино из такого винограда прямо на диких дрожжах но дикие дрожжи как многие из вас я уверен знают живут прямо на поверхности этого винограда поэтому сейчас я беру этот виноград и прямо в немытом виде тормошу его вот в это вот пластиковая ведерко моя задача убрать оттуда гребни а сами ягоды размять я сделаю это в отличие от челентана руками сами ягоды размять так чтобы они дали сок минут 15 прошло и вот у меня 10 килограмм винограда в таком вот ободранном виде освободил я ягоды от гребней и вот если на них присмотреться видно на них есть белая пленочка те которые еще не стали мокрыми видно белую пленочку но все видели или белые пленочки вот это и есть те самые наши дикие дрожжи которые мы хотим сохранить именно и будут делать нам вино поэтому от культурных дрожжей мы пробуем отказаться понадеемся на дикий вот интересная теория о том почему в других местах виноград рос виноделие развивалась не очень а в других рос виноград но виноделие развивалась активно говорят что это связано как раз с качеством тех самых дрожжей с разными их породами если так можно сказать некоторые дрожжи некоторые их штаммы семейства бродили так что это было вкусно а некоторые не очень вкусно поэтому распределение винодельческих регионов определили вот эти вот маленькие грибки вот таким вот образом 10 килограмм винограда я сделаю это руками просто мне всегда очень хотелось сделать это руками если у вас такого желания нет берете дрель перфоратор ставите насадку строительный миксер и разбалтываете перебиваете эти ягоды точно таким же образом ну что друзья процесс занял больше времени и отнял больше усилий чем я ожидал я пробовал по-разному я пробовал и при помощи строительного миксера с перфоратором в общем как я только не попробовал в общем утомительно это занятие если у вас нет под рукой специально обученного приспособления в конце концов я победил и 10 килограмм винограда переработал в общем если у вас есть парочка челентана под рукой то они вам очень пригодятся в деле домашнего виноделия ну а дальше наши с вами пути могут разойтись потому что кто-то так же как и я живет в суровых северных краях где виноград не особо то растет а у кого-то винограда много так вот если у вас много винограда оставьте его бродить на 3-4 дня вот в таком состоянии как есть если у вас как у меня винограда не очень много тогда придется прибегнуть к маленькому шулер ству и добавить сюда немного воды и сахара на 10 килограммов винограда черного достаточно сладкого я добавлю 6 литров воды и два с половиной килограмма сахара все как следует размешаю и опять таки оставлю бродить на 3-4 дня должны завестись дикие дрожжи и начать все это бешено кушать кроме того придется каждый день несколько раз сбивать шапку которая будет подниматься наверх шкурки будут подниматься всплывать и чтобы они не окислились не закисли в них никто не завелся шапку первые вот эти три-четыре дня брожения нужно регулярно сбивать чтобы все перемешивалось ничего не заветривало ну и сейчас размешиваю сахар плотно закрываю и оставляю на первое брожение наше домашнее вино ну еще еще трех литровую банку воды сейчас дополню ну что давайте посмотрим что у нас за сутки произошло о отлично шкурки всплыли соответственно чтобы они не закисли наверху вот несколько раз в день по мере всплывания я эту шапку буду чистой ложкой разбивать запах приятный но и вот таким образом 3-4 дня дадим побродить вину прямо на шкурках прямо на мезге а потом будем отделять ну что прошли заданные четыре дня а может быть даже в моем случае 5 я периодически помешивал образующуюся шапку из винограда и теперь пришло время эту шапку убрать отфильтровать получить чистый частично сброженный виноградный сок и отделить мезгу мезгу мы еще применим по назначению сегодня будем работать собственно с самим соком с самим суслом что при этом важно важно чтобы у вас было все чистое поэтому я приготовил чистый пресс если у вас пресса под рукой нет можете использовать какие-то подручные средства типа дуршлага или что еще придумаете я приготовил бродильную емкость здесь будет собственно бродить наше будущее вино долго поэтому емкость я взял с гидрозатвором хотя в общем не сторонний гидрозатворов но в случае длительного фруктового брожения я думаю это правильный вариант вот вот за последний день вот такая шапка образовалась и я сейчас особо сильно заморачиваться не буду я сейчас возьму кружку и буду переливать это все через пресс поначалу самотеком потом ну немножко подожму без фанатизма итак у меня чистая банка у меня мешок у меня корзина и я кружкой просто зачерпываю ну поначалу у меня прямо мезга идет шапки запах кстати очень приятный ничего кислого вопреки опасениям все очень хорошо пахнет и вот так вот постепенно перегружаю и сок начинает течь самотеком но если вы хотите заниматься вином всерьез тогда вам просто необходим вот такой вот оранжевый помощник пресс который сделает ваши занятия более легким более быстрым более приятным переходите по ссылочке которая будет в описании к этому ролику и берите ну что слил я несколько трех литровых банок и дал постоять жмыху чтобы самотеком весь сок который мог с него стек и вы помните 10 килограмм винограда было и весь жмых вся мезга поместилась в один бункер пресса ханхи так что имейте в виду при оценке масштабов все помещается сейчас я прикрою сверху мешок для пущей стерильности и чуть-чуть совсем немного без фанатизма вот я положил платформу и уже начал выделяться сок пока он идет самотеком перфекционисты могут вообще не отжимать мезгу то есть взять только то что выйдет самотеком а на остальном поставить чачу я все-таки немного отожму потому что виноград у нас не в изобилии поэтому я показываю наш северный экономичный вариант поэтому я и сахар с водой добавлял винограду и сейчас я немножко отожму да это будет может быть чуть хуже чем южное вино из краев обильных виноградом но у нас вот так если у вас есть возможность не отжимайте не добавляйте сахара и воды используйте чистый виноград в большом количестве если он у вас есть а я чуть-чуть позволю себе подавить но стратегия такая же я немножко надавливаю и даю соку потечь тем более что я пока еще не запачкался если я буду сильно давить то у меня есть такая возможность потому что я не поставил брызгозащитный экран поэтому без фанатизма отжимаю мезгу я уже раскололся я хотел сделать небольшой сюрприз но на мезге я собираюсь оставить что-то типа чаще поэтому она пригодится все дело ну вот без особого фанатизма я отжал мезгу сейчас сброшу ее в заранее приготовленную емкость она у меня пойдет на чачу а вино осталось отправить на дображивание ну что ж финишная стадия последнюю баночку которую я собственно все отжал остальное было самотеком я отправляю в будущую бродильную емкость понятно что если вы перфекционист вы захотите чтоб вино у вас дображивала в стекле и будете правы у меня нет такого объема стеклянной посуды поэтому будет бродить в пищевом пластике еще нюанс у меня получилось около половины емкости на просвет возможно вам видно это тоже не очень хорошо потому что будет много кислорода в емкости лучше если ваша емкость будет заполнена практически полностью ну и каков же итог сейчас я залью гидрозатвор чем-нибудь спиртосодержащим и отправлю на тихое дображивание при комнатной температуре месяца на полтора через полтора месяца буду снимать вино с первого осадка ну сами все увидите если подпишетесь на наш канал а на сегодня первый ролик посвященный виноделию на канале русская думка завершён цените натуральное